привет парни значит это видео будет очень большое так что наберите терпение и как нибудь уделите время смотрите прошлое видео я скинул по сретению на так вот чтобы это сретение у нас получилось чтобы она была грамотно сделана и все как бы не проваливались и стояли на своих позициях то нужно перед этим сретением как бы ну не подготовка грамотное создание сопротивления до сопротивление в свою очередь это построение игры в наступлении то есть когда мы позиционно атакуем скажу следующим образом сопротивление переход вернее начало сопротивления начинается тогда когда мы теряем по каким-то причинам шайбу в позиционной атаке если мы в позиционной атаки были в неправильных позициях в неправильных зонах или еще что-то делали не свою работу то правильного сопротивления не будет соответственно и не будет правильного сретения то есть все взаимосвязано да поэтому мы должны правильно позиционно атаковать но видео я на эту тему по-моему еще не скидывал я не помню или скидывал вот но это дальше не важно сейчас построение в наступление значит сопротивление начинается с планирования схема наступления вот то есть ну мои слова до этого до наступление начинается с планирования ой сопротивление начинается с планирования схемы наступления то есть как мы наступаем так мы и сопротивляемся соответственно Мы не можем телепортироваться в те зоны, где мы были при наступлении, а при сопротивлении нас там не оказалось. И мы все, мы проспали сопротивление, тем самым мы проспали с ретения, тем самым соперник получает легкий вход в нашу зону и тому подобное. Вся игра должна вестись грамотно от фазы к фазе. Значит, первое, что позволяют, да, эти схемы позволяют идти в отбор. То есть, опять же, краеугольный камень это расстановка игроков по позициям. То есть, ну это как должно быть у каждого игрока все, знать свои позиции, что в атаке, что в нападении, что в средней зоне, что где угодно. Знать свои позиции и быть на них, ну, как можно чаще, как можно больше времени, да, не ошибаться в этом. Дальше. Второе. Грамотно откатиться на свою линию. То есть, когда мы в наступлении, да, вот когда мы в наступлении, и у нас что-то, отобрали шайбу или что-то еще, и мы правильно наступали, мы правильно наступали, то мы правильно будем сопротивляться, да, сопернику при его развитии атаки, да. То есть, мы начнем его атаковать сразу же в его зоне. Если там он грамотно тоже все это делает, мы переходим в стадию сретения, то есть, мы встречаем и удлиняем его время атаки в средней зоне, да. Но сретение будет грамотным, если сопротивление было грамотным, вот. И, соответственно, мы будем грамотно откатываться на сене линию и правильно вернуться в свою зону. То есть, мы будем правильно возвращаться в свои зоны. Если мы правильно наступаем, при каких-то обстоятельствах мы потеряли шайбу, мы правильно сопротивляемся и переходим в стадию сретения и возвращения на свои позиции. Вот. Это не будет суматошный бег, это будет правильное сретение. Дальше. То есть, сопротивление и сретение, ну все. Сопротивление начинается с позиционного розыгрыша, да. Если есть позиционный розыгрыш, не навал со сменой фланга, вертушки, скресты, подключение полузащитников на пятак, то значит, команда берет игру на себя и играет первым номером. Важно, смотрите, разница между игрой в навал, между игрой в навал и игрой первым номером. То есть, подразделяют как бы два типа игры в нападении, да. Навал, который я не буду рассматривать в этом видео, я потом про него поговорю. Про него даже сейчас не думайте вообще. Просто запомните, что есть как бы две ветви развития атаки. Игра в навал и игра первым номером. В игру первым номером входят вот эти вот все смены фланга, вертушки, скресты, подключение полузащитников на пятак и так далее. Их много очень вещей, и это все будет разбираться потом. Вот. Я как бы хочу, чтобы команда шла по развитию игры первым номером. Вот. Потому что, ну, во-первых, это интереснее, это красивее, и это более неожиданно для соперника, чем игра в навал. Но не будем об этом, просто запомните это. И сейчас мы разберем такую особенность игры, как отбор, когда мы потеряли шайбу, и мы сопротивляемся. Собственно, тема сопротивления, да. Вот. Тип отбора первый будет конверт, который мы сегодня, ну, сейчас рассмотрим. Вот. Это классическое построение 2-1-2. Преимущество его, это постоянное давление на оборону, да, соперника, и отбор шайбы идет с места потери. Так? Ну, то есть, это такое активное, активные действия при отборе. Позиционное расположение здесь получается следующим. То есть, как, где должны располагаться игроки, да. Два нападающих на линии ворот. Потом скрин здесь вылетит, вы сейчас пока просто уясняйте. То есть, смотрите, два нападающих на линии ворот образуют треугольник с третьим на вершине. Третьим на вершине может быть центр, может быть защитник. Как по ситуации вошли в зону, как там что-то, что-то сложилось. Но там в 99% это будет центр, да. То есть, вот такой вот треугольник ОДИ, как бы, да. Организатор, диспетчер, исполнитель. Организатор, диспетчер, исполнитель. Они могут меняться ролями, может организатор стать исполнителем или диспетчером, неважно. Важно понимать, что вот эта тройка нападений, тройка ось атаки, так называемая, да, она должна располагаться примерно вот таким вот образом в атаке. Ну, это как бы статичное расположение, расположение, так скажем, на бумажке, да. Понятно, что по игре может быть всякое. Но мысль, мысль должна быть вот такая. То есть, если, допустим, левый по каким-то причинам уходит отсюда на зону центра, к примеру, ну, я не знаю, что ему в голову взбрело, да. Центр это понимает, и он должен восстановить его позицию здесь. Так? То есть, мысль, направление мысли игры должно быть вот у тройки нападения, да, ну, как бы у нападающих и у центра, да, который является и осью атаки, и осью обороны, если это, ну, если меняется ситуация на площадке. Вот мысль их должна быть в том, чтобы удерживать вот этот вот, как бы, ось обороны, да. Конверт, почему вот здесь конверт? Ну, потому что вот, видите, да, конвертик, и здесь такой вот в центре центр. Вот. Суть конверта в отсутствии столба. Про столбящего, короче, тоже не будем говорить сейчас. Это будет все потом, когда будем разбирать уже именно комбинации в атаке, да, уже конкретной комбинации в атаке, вот. Но именно столба нету вот в этом, как бы, розыгрыше, в этом отборе. Нападающий на пятаке, левый нападающий на чертеже, да, вот он, ждет передачи. Вот это важно. Ждет передачи под бросок, замыкая на дальней штанге. То есть, правый нападающий и центр всяческими маневрами, всяческими действиями пытаются, ну, обыгрышем, там, еще что-то, выдать передачу на пятак под нему, для него. Так. Не наброс на ворота от защитников. Смотрите, не наброс от защитников. То есть, если передача пойдет вот сюда, вот, защитнику, да, то нападающий, который стоит вот здесь, он ничего, никак не может препятствовать, не сможет подставить шайбу никак при таком розыгрыше. То есть, если мы стоим вот таким вот макаром, мы должны выдавать передачу только на пятак, ну, именно чистым пасом, как бы, да. Вот. Отсюда правило главное, которое должны выучить все, и особенно защитники, которые стреляют от синей линии, да, это нахождение нападающих. То есть, если он на дальней штанге находится, то есть, как вот здесь, да, то он замыкает под передачу. То есть, он не сможет подставить шайбу. Вот. Если он на ближней стоит, вот, допустим, поменяем единичку с ЛН, да, вот он стоит на ближней, либо где-то вот здесь вот, как-то вот так, то тогда он замыкает и может занять, замкнуть, вернее, передачу. Кто-то скажет, а если передача пойдет вот так и вот так, да, и бросок отсюда произойдет. Ну, без проблем, тогда здесь он будет, ну, так как бы тогда у нас поменяется, да, первое, тогда у нас как бы ближняя штанга будет как бы дальняя, да. Ну, я надеюсь, вы поняли, да. Почему вот эта штанга дальняя? Потому что шайба вот здесь, поэтому она дальняя. Если шайба вот здесь, то вот эта ближняя, а вот эта дальняя. Соответственно, здесь он уже в пункте 2 находится, да, а вот здесь, если бы он стоял, то он бы находился в пункте 1. Если по каким-то причинам шайба отдается сюда, а они как-то поменялись местами, и ЛН встал вот сюда, а единичка сюда, и потом шайба ушла сюда, то тогда вот это также, ну, может лучше не бросать, потому что не будет подставляющего, понимаете? Вот правило как бы общее можно сформулировать таким образом. Бросаем только тогда, когда кто-то из игроков нападения стоит на ближней штанге, не на дальней, на ближней. Вот, это важно. Это, скорее всего, вот для защитников стреляющих. Дальше. Тот же конверт, тот же конверт, но система уже 2-2-1. Вот таким вот, Макаром. Когда центр отсюда ушел и сместился сюда, смотрите, смотрите, правый занимает его позицию и уходит вот сюда. То есть мы как бы вот этот фланг разряжаем вообще полностью и насыщаем вот эту зону прям тотально вообще своими игроками. Это дальнейшее развитие конверта, то есть который как бы может быть, а может и не быть его, да? Но в целом как бы этот конверт, грубо, ну, как можно назвать его, конверт открывается, да? Раскрывается конверт, когда центр уходит вот сюда и идет вот сюда вот на поддержку. Ну, либо вот так по прямой он идет. Вот, неважно. Либо сюда спускается как поддержка вот здесь, да, чтобы помочь правому. Если видишь, что там как-то борьба продолжается, он дальше уходит вот сюда. Почему он не уходит назад? Да потому что его позицию уже восстановили. Его позицию ПЗ занял. Все, он центр теперь. Теперь, ну, как бы он не центр, он четвертый нападающий, да, является. Соответственно, центр не должен насыщать вот этот фланг сильного борта тремя целыми игроками. Он уходит вот сюда в поддержку, то есть ожидая передачу, и там дальше какое-нибудь развитие атаки будет, да? Вот. Важно понимать, развивать атаку. Ну, то есть, вот то, что я сейчас показываю, в замедленных, ну, как бы в фотографиях, это все концепция, да, которую, как бы, ну, нужно понять просто. А развивается атака каждую секунду молниеносно. Вот эти вот конверты меняются на разные, ну, разные тактики меняются быстро-быстро-быстро-быстро, да? Вот. Ушел, пришел, сдвинулся, уехал, тут-тук приехал сюда, опять восстановил, ушел и тому подобное, вот. Но понимать вот эту вот суть, да, то, что центр, как бы, помогает вот здесь игрокам и уходит вот сюда вот. Заметьте, смотрите, что сейчас произошло, ребят. Центр ушел вот сюда вот, вот сюда вот он ушел. Но, вроде бы скажет кто-нибудь, а как же центр ушел за ворота? Он не должен уходить за ворота. Но в прошлых видео я говорил, что это не панацея, он может уходить за ворота, может уходить за ворота при определенных обстоятельствах. В частности, при конверте, да, и, ну, вот в этой фазе, как говорится, атаки, да. И в других каких-то случаях, да, которые будут чуть позже, не в этом видео, может. Но в целом, я вам опять повторяю, что играть игроки, вся пятерка может где угодно, где угодно. Она может играть, может защитник этот оказаться на месте вот этого. Или еще как-то. Все зависит от ситуации. Но все должны понимать и реагировать на эту ситуацию однозначно. Если кто-то ушел со своей позиции, нужно ее восстановить, да. Вот. И дальше уже здесь центр понимает, что он как бы, ну, третий лишний здесь. Ему нужно расширить, да, вот этот треугольник, создать его более пошире, да. Более поопасней, так скажем. Он уходит туда за ворота. И это нормально, это нормально. Вот если в таких случаях он уходит. А если он уходит вот сюда, вот, а ПЗ стоит здесь, ничего не делает, то тогда мы просто не насыщаем центр. Мы просто все по бокам сместились. И у нас, ну, беззубая атака происходит. Вот. Дальше пойдем читать. Предполагающее соверш... Ну, это дальнейшее развитие конверта, предполагающее совершенствование игры центра и защитников, да. То есть, центра и защитников. Позиционное расположение в этом вот, в этом случае, но, в принципе, вы уже и так все понимаете, да. Края ведут розыгрыш на коротком борту и столбят на пятаке. То есть, здесь борется с двойкой, здесь с единичкой борется. Центр, правый защитник, работают по своему борту. То есть, вот их смещение, да, которое происходит вот сюда вот. Первый, то есть, центр, вот этот центр, подключается к розыгрышу на полборта. Вот сюда вот он подключается, да, на полборта. То есть, вниз, смотрит по ситуации, либо сюда, надо было чуть по-другому ответить, такое двойное движение синей линии. То есть, либо здесь он может получить пас, тогда правый уйдет сюда, да. Либо он видит, что продолжение, как бы правый просит у него места вот сюда откатиться, тогда центр ему усвобождает место и уходит сам вот сюда вот. Вот. Ну, допустим, он ему там сел на спину, ему нужно пространство. И он укатывается. Правый уезжает сюда, центр укатывается, получает здесь какую-нибудь передачу по борту и что-то еще, да. Вот. Второй идет на вершину в позицию оттянутого центра, то есть, ПЗ. ПЗ идет на вершину вот сюда вот в позицию оттянутого центра. Играет оттянутого центра, да. Вот таким вот образом. Защитник столб, столб, вот здесь я ЗС, намеренно я здесь вот это, так вот на будущее обозначил. Левый защитник, да, страхует по всей синей линии, не двигаясь то к одному, то к другому борту. То есть, он вот так вот пытается, ну, как говорится, быть тем, кто, на кого можно там в случае чего отыграться и кто будет, грубо говоря, страховкой, да. Вот. Дальше. Отбор новый, да, в движение называется. То есть, конверт, мы поняли, да, что это такое. Теперь в движение. Это розыгрыш на полборта, тоже на полборта, то есть, в углу площадки. 1-2-2. Получается вот такая вот штучка интересная. Когда мы вообще здесь оставляем пятак, просто полностью, и на помощь правому приходит левый нападающий, то есть, организатор. Ну, он становится организатором, здесь он был исполнителем. Когда он вот сюда уехал, он становится уже организатором, здесь я ошибку немножко сделал, здесь исполнителем становится центр, да. Ну, либо тот, кто поедет вот сюда, вот. То есть, возможно, здесь будет перепас, возможно, пас будет на левого, правый уйдет вот сюда за вороты, и станет он исполнителем, да. Вот. А эти двое будут организовывать атаку. То есть, этот будет там организатором или диспетчером, этот будет исполни... Организатором или диспетчером тоже. Ну, то есть, не исполнителем. Исполнитель – это замыкающий. Организатор-диспетчер – это диспетчер, который организовывает саму атаку. Ой, вернее, организатор организовывает саму атаку. Диспетчер дает голевой пас последний, а исполнитель уже этот пас исполняет, как бы. Вот эти вот мысли должны быть У тройки нападения всегда Они должны понимать, кто они в данный момент Организатор, он диспетчер Или исполнитель И от этого Чем выше у них взаимопонимание Между собой, вот в этой тройке Тем качественнее будет игра в нападении Тем они больше будут накручивать игроков Вот Вот, 1-2-2 1-2-2, почему? Вот 1 Вот 2 Вот 2 То есть у нас нету как бы Ой, вернее, извиняюсь Вот 1, да Вот 2, вот 2 Да, то есть Оборонительная зона 2 Чуть выше тоже 2 И 1 там в глубине маячит Вот, опять же тоже Это все будет меняться молниеносно Быстро, но вы должны понимать Что такая схема тоже существует в движении Когда мы уходим, мы оставляем Пятак просто На самом деле Это очень сильно Как бы путает игроков Да, они вот привыкли Соперник Они привыкли Что на пятаке всегда кто-то дежурит Но когда его не остается Вот эти вот ребята Четверка, пятерка Ну, если они неграмотно обороняются Они не понимают Что им делать Они начинают вот сюда Бежать за шайбой Или еще что-то Тем самым Оголяя здесь вообще Все пространства И дальше центр выходит Становясь исполнителем Получает там передачу Либо выскакивает здесь Просто получая вот так Передачу от Диспетчера Да Вот Ну, дело не в этом Это уже по ситуации Главная суть Понять концепцию Преимущество вот этого дела Запас прочности Во второй линии наступления В случае отыгрыша первой То есть смотрите Вот запас прочности в чем То, что Два игрока Вот эта двойка Они грамотно стоят на позициях И всегда можно найти продолжение Как То есть Либо Если шайба уйдет на Вторую линию Да На вторую линию Вот это вот Наступление То здесь можно отдать И центру И защитнику Да Вот Вернее на первую линию Вот вторая Это вот эта вот линия То есть она уйдет На первую Всегда можно отдать И первой И переиграться со второй Да Ну, то есть это плотность Плотность Игроков Которые находятся В нужных позициях Вот Из второй линии Всегда можно отправить Нападающего Вступить в отбор А второго Откатиться Пока нападающие Из первой линии Восстанавливают позицию То есть Вот Из второй линии Всегда можно отправить Нападающего Вступить в отбор То есть Вот 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 эта вот двойка Вот эта вот двойка Получается она Вторая линия Вторая линия Да Вот это вторая, это первая. Всегда можно отправить, чтобы, допустим, левый пошел в отбор вот сюда. Или ушел вот сюда, к примеру, на помощь. А второго откатиться, пока нападающий из первой линии восстанавливает позицию. То есть, допустим, центр, если поехал вот сюда, ПЗ его здесь восстановил. Или если центр поехал вот сюда на организатора, ПЗ его восстановил. Я немного тут напутал с первыми и вторыми. Так что, ну, я надеюсь, вы разберетесь. Важная суть вот этой вот плашки, которая выехала, да, то, что нападающий вот здесь вот, нападающий вот этой линии, да, может всегда уйти в помощь вот этому чуваку с шайбой, в помощь либо сюда, либо вглубь, сюда за ворота, будучи адресатом его, да. А из первой, ну, то есть, как бы из вот этой линии всегда может, вернее, должен подключиться, восстановить его позицию вот здесь. Потому что, если шайба пойдет вот сюда, то здесь должен кто-то находиться, чтобы обострить как-то игру, да, под бросок отдать или еще что-то. Вот. Недостатки этого всего, это перекрытие только половины зоны при потере шайбы. То есть, мы играем, мы смещаем прям вот эту всю атаку вот просто вот сюда вот, да, что подразумевает отсутствие опции смены фланга. То есть, у нас нету вот этой смены фланга. Пробросом шайбы вот сюда вот, и, ну, либо, если бы, допустим, левый стоял вот здесь и ушел вот сюда, то ему можно было просто вот здесь прокинуть шайбу и все, да. То есть, эта опция теряется. Вот. На которой, по сути, строится давление. То есть, вся игра в давлении, ну, когда мы оказываем давление на команду, то есть, в этом, в этом компоненте розыгрыша она теряется. Вот. Но преимущества, преимущества какие, я тут не написал, но преимущества это сбитие с толку соперника и насыщение вот этой линии, да, то есть, насыщение помощи. Потому что, когда мы вот здесь оставляем питарк, да, ну, теряются. Я 100% говорю, теряются игроки, они не знают, что делать. Тут игрок, который стоит, должен здесь защищать кого-то, а никого тут нету. Он понимает, что, блин, ну, он что-то должен делать, да. Он начинает совершать ошибки, он начинает уходить в те места, в которых он быть не должен. А потом центр или кто-то еще здесь резко набирает ход и оказывается здесь, а его уже, того, кто должен его держать, его тут уже и нету. Вот в чем дело. Вот. Позиционное расположение. Разыгрывающий пытается оторвать шайбу от борта. То есть, вот этот вот игрок, вот этот вот игрок пытается, ну, что он пытается? Оторвать шайбу от борта. Что это значит? Это значит как-то обвести двойку, сделать себе больше пространства для маневра, уйти куда-то, да. То есть, именно контролем шайбы, владея шайбой, постараться ее, ну, удержать, больше накрутить его, да, там, двойку эту. Пока вот эти вот все наши вот четверо суетят там и путают соперника, да. Пока они там поддерживают правого, смещаясь сюда, укатываясь вот сюда, там. Допустим, ЛН сместился вот сюда, центр увидел, это сразу пошел вот сюда за ворота или на исполнителя, к примеру, ушел, да. Или постоял, чуть позже ушел. Ну, то есть, вот это уже все по ситуации, как бы, да. Второе действие, второй действует по первому, вот этот вот. Либо страхует на борту, либо освобождает зону, синхронно смещаясь за ворота. То есть, вот этот, а, нет, это не центр, извиняюсь, это вот этот, который сместился, да, действует по первому игроку. То есть, вот поэтому, вот как я говорил, да, вот он либо, если вот борьба между двойкой и правым идет, да, и правый просит свободного льда вот здесь вот. Левый понимает это, да, он его, он уходит сразу вот сюда за ворота, да, тем самым будучи адресатом. Вот здесь, либо освобождает зону, да, либо страхует на борту, то есть, встает здесь на борту и здесь, допустим, ну, прикрыли прям. Правый, он не знает, что делать, он просто откинул левому, да. Дальше, в свою очередь, здесь уже правый уходит вот сюда, к примеру, да, освобождаясь от двойки, будучи адресатом, становясь адресатом для ЛНа. Вот, центр, в свою очередь, тоже здесь обостряет, либо идет вот сюда, либо восстанавливает позицию правого нападающего, да, то есть, идет вот сюда. Левый смещается, ну, то есть, здесь уже по ситуации все смотрят, но важно понимать, что если правый нападающий просит свободный лед для маневра, чтобы не столкнулись, они просто тупо не столкнулись между собой. Вот, левый нападающий это понимает, сместившись вот сюда и уходит. Это значит, он освобождает зону, либо он становится поддержкой, то есть, страхует на борту, да, как вот здесь вот. Вот, то есть, адресатом для передачи становится. Если, допустим, единичка не так плотно кроет, или она осталась, вот эта единичка вот здесь, она не ушла за ним, не ушла она за ним, то тогда вообще все просто, да, тогда у нас преимущество раз-два-три, раз-два. Мы можем там по самим их отыграть. Вот, третий кружит с вершины до пятака, а всегда готова откатиться. Вот этот вот центр кружит вот здесь, вот здесь, то есть, его вот зона, вот она. Вот. Это, ну, прям важные, концептуальные такие вещи, вот, я надеюсь, я объясняю не слишком сложно, и вы все поймете. Вот. Полузащитники на синей линии, один на борту, второй на центре. Ну, стандартное расположение, они как страховка, как опора в случае отыгрышей и тому подобное. Ну, и каких-то, ну, просто защитники готовые, как говорится. Причем вот этот вот защитник слабого борта имеет гораздо более важную функцию в атаке, чем защитник сильного борта. Защитник сильного борта – это просто страховщик, и все, да, чтобы не провалились. То есть, его главная задача – просто стоять здесь, и все. Но вот этому защитнику важно еще уметь и подключаться. Если центр по каким-то причинам, ну, ушел вот сюда на пятак, то ПЗ должен сюда сразу сместиться. Сразу он должен это понять и сместиться. Вот. Тем самым давая лишнего адресата для передачи. Вот. Поэтому защитнику слабого борта у него больше обязанностей, как бы. У него и в обороне не провалиться, но еще и атаку поддержать, понимаете. Ну, и самое главное, конечно, нападению всему, которое шайбой играет. Видеть вот этих всех подключающихся защитников. Я вот сколько смотрю игр, их просто напрочь не замечают. Они просто в таких шикарных позициях находятся, открываясь. Особенно Григорий, да, вот он очень классно всегда под этот выкатывается. Как бы вот в эти вот места, да, будучи как бы адресатом, ну, просто вантаймеры шикарные бы проходили. Вот. Но прям напрочь ему не отдают, утыкаются тут в борт, в единоличную игру. То есть не раскатываются, не пытаются как-то обмануть. Вот. Но я думаю, после этого видео все будет уже по-другому. То есть, повторю, да, защитник слабого борта, он все время идет, ну, как бы от него больше задач, чем вот от этого защитника. Так. Теперь следующий отбор первым номером. Это тот же самый, это все к отбору. Кстати, многие сейчас спросят, а почему мы говорим про отбор, но мы, но при этом мы владеем шайбой, да. Вот. Ну, потому что я вначале сказал, что сопротивление, сопротивление, оно будет только тогда хорошим, когда у нас будет правильная атака, да, правильная позиционная атака. Соответственно, вот здесь вот, если вдруг двойка накрыла и мы потеряли шайбу, вот при таком расположении мы сможем организовать хорошее сопротивление и через него хорошее сретение, то есть уже увеличение атаки соперника, да. В средней зоне и в его зоне. Вот, что важно. Поэтому это все, вот это как вот, я не знаю, как зернышко, да, оно растет и оно не может пройти ни одной стадии миновать и перепрыгнуть, как бы. Мы не можем организовать правильное сопротивление, если у нас никакущая атака и мы все фиг знает куда ходим. Мы получим плохое сопротивление, через сопротивление мы получим плохое сретение, через сретение мы получим легкий вход в нашу зону, организация быстрых атак, атак сходу и тому подобное. Если мы не будем хорошо позиционно атаковать, то мы не сможем позиционно сопротивляться, мы не сможем хорошо создавать сретение, мы не сможем, ну, хорошо оборонять и обороняться и играть в хоккей вообще в целом. Вот, поэтому это важно. Теперь первым номером. Это стандартная игра, тянутый центр, 2-3 схема. Смотрите, значит, это самая естественная схема, используемая большинством кубковых команд. То есть, в целом, вот в такую схему играют практически все команды. Все практически команды. По этой схеме центр стоит в центре, в центре зоны чуть выше синей линии, на позиции оттянутого центра. Пока фотка потом будет. Недостатки этой штуки, такое построение предполагает частичный отказ от борьбы за шайбу внизу зоны на лицевом борту. То есть, вот все то, что я рассказал до этого, вот все то, что я рассказал до этого, этого нету вот в этой схеме первым номером. Вот. Преимущество это позволяет выполнять давление вверху, то есть, на синей линии по всей ширине, да, и в середине площадки зоны соперника. И организуя заслон на синей линии большой, да, то есть, этим мы разрушаем контратаки соперника. То есть, мы как бы усиливаем оборонительную особенность нашей игры, да. Ну, наверное, с сильными командами надо играть вот так вот, да, отбор первым номером. Вот. Но при этом мы ослабляем, как говорится, зубы и немного уменьшаем наши атаки. Вот. Игра в давление, вот, важно, да, действуем с установкой пятеро в нападении, пятеро в защите. То есть, когда мы играем в давление, это пятеро в нападении, пятеро в защите. Игра первым номером, ну, то есть, это вот про давление, это вот все, что я в прошлом, в прошлых говорил, ну, до этого, в этом видео. Вот. А игра первым номером, вот это вот, то, что сейчас разбирается, это появляется разделение пятерки, разделение пятерки на супер атакующие края и ось обороны, да. Смотрите, вот прошу понять это, вот, это очень важно. Вот это вот, вот это вот, сейчас я уберу вот это все, вот это вот, вот игра в давлении. Это все то, что я говорил до этого. В тех схемах защитник может превратиться в центра, центр может превратиться в левого нападающего, в правого нападающего и тому подобное, да. То есть, это такая смена позиций, очень, ну, хитрая и очень интересная. Если мы ее освоим, мы будем просто рвать всех. Это вот все, что было до этого, я сказал. А вот это вот, игра первым номером, это, мы разделяем пятерку на супер атакующие края и ось обороны. Ось обороны всегда состоит из двух защитников и центра. Поэтому в этой вот схеме, вот в этой схеме предполагается, что, вот здесь написано супер атакующий края, предполагается, что края у нас классно играют, классно держат шайбу. Они могут обвести, они могут, там, я не знаю, подержать шайбу хорошо, да, они могут все прикрыть корпусом, то есть, грубо говоря, они прям вот скилловые игроки. Отсюда вопрос, как нам играть, либо вот этим вот, да, либо вот этим вот, потому что здесь важно, если здесь, если здесь супер края не нужны, то есть не нужно, не нужен вот этот скилл игровой. Ну, как бы он нужен всегда, да, но не нужен супер игровой скилл, то есть здесь он нужен, потому что два крайних нападающие, получается, играют в глубине зоны, и они там одни против четверых, там, троих игроков, ну, в целом. Вот, вот это важно. Вот, поэтому мы должны это понимать, вот это разделение. Задача оси обороны, вот, оси обороны, левый защитник, правый центр, не столько полноценно участвовать в наступлении, да, почему и нужны супер атакующие края, сколько поддерживать наступление бросками, поворотом. Они, как бы, вот эти три игрока у нас становятся, как бы, с тем, ну, я не знаю, как это назвать, отстреливающими, да, которые стреляют все время, ну, исполнителями, так как, или вглубь зоны, или уход вглубь зоны, вот, да, я тут, блин, неправильно написал. И думать о разрушении атаки, вот, поддерживать наступление бросками, поворотом, или вглубь зоны. А, все, нет, здесь правильно, извиняюсь. Смотрите, то есть поддерживать наступление бросками, поворотом, или вглубь зоны. Вглубь зоны броски, это намеренный бросок пас, как бы. То есть, к примеру, он получил передачу, но он не хочет бросать поворотом, видит там, что, ну, не нравится ему бросить. Он может просто бросить ее на полборта куда-то броском пасом, да, вот, в борьбу, грубо говоря. Вот, то есть, это важно понимать, то есть, либо броски, либо просто, ну, поворотом, либо броски пасы вглубь зоны, или, допустим, на смену фланга. Там кто-то ушел на другой фланг, и он ему просто броском пасом, или как-то еще сбросил. Бросок пас, по-моему, делается на, в общем, не помню, но вы там сами разберетесь. Вот, или вглубь зоны. И думать о разрушении атаки соперника, даже когда мы владеем шайбой. То есть, когда вот эти суператакующие края владеют шайбой. Смотрите, да, важно, что они здесь не думают об атаке, вот эти трое игрока. Они думают об обороне и поддерживают атаку только бросками, да, если на них вышел пас, и поворотом, либо бросками вглубь зоны. Ну, бросок пасом, сильный пас, там, как его еще назвать. Вот, вот это, это как бы важный момент. Цель оси обороны, вот этого вот, да, цель этих троих игроков. Это как бы резюме вот этого всего. Броски и помеха сопернику к выходу. Под бросками здесь понимается все броски, либо поворотом, либо вглубь зоны, да, вот. Ну, допустим, чтобы просто отброситься, вот, бросок вглубь зоны, чтобы просто отброситься защитнику и не провалиться, да, там, допустим, на него выходит быстрый игрок, там, ну, он просто решил отброситься по борту, да, туда, вглубь ее. Вот, и помеха сопернику к выходу. Что такое помеха сопернику к выходу? Это когда кто-то из них без шайбы, ну, игрок без шайбы, и соперник тоже без шайбы. Мы всячески телом своим пытаемся, ну, блин, в реальном хоккее это, конечно, сделать попроще чуть-чуть, да, мешаем ему раскатиться, как бы, врезаемся в него. Вот, я не знаю, как в виртуальном это получится, но в целом это вот помеха выбрасывания отдельных личностей соперника под пас, там, один на один, или один в ноль, вернее, или, там, один в один, там, ну, в общем, все вот эти опасные выбросы, которые достаточно редко, на самом деле, происходят, но в целом они бывают, да, особенно, там, если команда любит играть на одного или на двух игроков на своих каких-то суперсильных. Вот, поэтому это вот должны, но тут вот видите, цель вот обороны, она указана в том, что вот все у них настроено на, только на оборону, то есть броски у них это по столько поскольку, да, то есть, грубо говоря, самое главное не ошибиться, вот. А цель атакующих краев, ну, тут надо было исправить, это контроль шайбы, да, почему супер атакующие края, контроль шайбы, обыгрыш, создание голевого момента. То есть, грубо говоря, это вот при суперскилловых наших краях, ну, я уверен, что наши края достаточно скилловые, с каждой игрой они набирают уровень. Вот, вот это вот все, что я сейчас объяснил, это как бы сейчас текстовое объяснение, сейчас это все будет на картинке, но это как бы общая концепция, чтобы вы понимали, да, вот здесь еще заострим внимание. Игра в давление, это которая вот до этого я объяснял, игра первым номером, которая будет сейчас, но она принципиально разная, мы разделяем свою пятерку на две половинки, на ось обороны, то есть, грубо говоря, это вот обороняющийся вариант, это атакующий вариант, вот. Какой из них применять, решать вам, да, по ситуации или еще что-то, в зависимости от команды и тому подобное, вот. Вот, дальше, этот же первый номер у нас идет, вот он, да, когда центр оттянутый, то есть, грубо говоря, три защитника вот здесь стоят, они уже, то есть, он не здесь уже играет, да, на вершине, да, он не на вершине уже стоит, он оттянулся к синей линии и там стоит, вот. Вот, но для этого, для этого вот эти вот парни, вот эти вот парни должны супер быть крайними нападающими, они должны понимать сходу друг друга, с полуслова. Если этот просит свободный лед в эту сторону, этот должен уйти вот сюда вот, да, поддержать его, адресатом становясь. Если он уходит сюда, он должен его поддерживать здесь или куда-то еще там смещать. Ну, в общем, у них должно быть взаимопонимание суперское, потому что они вдвоем играют против вот троих вот этих вот чуваков, против вот троих чуваков. Вот, поэтому контроль шайбы, там, создание голевого момента, у них должно быть все на ура. Вот. Опять же, да, замечу, что вот это вот расположение, оно сейчас такое, но в любую секунду оно может поменяться, может центр вот сюда, если мы решили играть давление, да, допустим, если мы решили там меняться. Но как только он уходит вот сюда, этот уже понимает слабого борта, что мы не играем первым номером, мы играем давление, и он восстанавливает его здесь позицию. И тогда уже нам, мы переходим как бы в массированную атаку, мы переходим в атаку, которая идет с различными вариациями перестроений, с различными вот этими вещами, которые запутывают соперника, да. Вот, здесь вот, ну, запутать сложно, здесь только на их, как говорится, скилл, да, на их умение обыграть, держать шайбу, крыть корпусом, там, прорываться сквозь борт, там, и все вот это, вот это вот уже у них, вот это вот. Если мы решаем вот так играть, то мы и играем, тогда центр оттягивается. Если мы играем, если мы хотим играть давление, то есть мы видим, что команда слабая, мы хотим ее подавить нафиг просто, тогда вот мы играем уже давление, те вот вариации, которые я показывал до этого, вот. Преимущество, да, максимальное затруднение контратаки, да, то есть это вот оборонительное такое построение, оборонительное построение. Опять же, мы теряем вот здесь шайбу, двойка отобрала, ну, какую они контратаку начнут? Да никакой они контратаки не начнут, они начнут обычный раскат, потому что у нас здесь куча прорва игроков, понимаете, нам не нужно никуда суетить, не спешить, мы начинаем сразу сопротивление, да, которое там переходит потом в сретение и так далее, да, и соперник не получает вот эти возможности для контратак, вот. Вот, максимально затрудняем контратаки, потому что теряем не более одного нападающего при откате, то есть если двойка начинает, отобрала шайбу здесь, то у нас здесь четыре в оборону откатываются, это тоже, да, ему недалеко, как бы здесь вот перекрыть будущих адресатов для передачи, да. Вот, у нас потерялся только один правый, а как обычно у нас бывает, мы теряем двух, а то и трех игроков, да, вот эту вот тройку, и наши бедные защитники вдвоем обороняются против либо двоих, да, что тоже непросто, потому что, повторю, при равных составах и большом, этом, большом количестве свободного льда преимущество имеет команда с шайбой, вот. А мы оставляем двоих защитников либо против двоих, а то либо против троих, а то и против четверых. Просто команды не умело и не умеют пользоваться этим, ну, скилловые команды, ну, в 80-70% случаев реализовывают это голым, вот эти все провалы. Поэтому, чтобы вот этих провалов не было, нужно изначально занимать грамотные позиции, чтобы у нас грамотное сопротивление было, перерастающее в грамотное сретение и так далее. Я это намеренно повторяю, намеренно, друзья, чтобы, как бы, это прям отложилось вот сильно. Дальше. Следующее преимущество. Схема несложная и играется любым уровнем ТТП, то есть тактико-технической подготовки. То есть, в целом, да, ну, любой центру, просто с любому центру сказать, что, чувак, не играй там впереди, играй оттянутого центра назад, да, ну, оттянутого центра. Вот. Просто установку сделать тому. Ну, если уже игрок не слушает установок, ну, то тогда уже, ну, тут уже поведение, психология, не знаю, уже тут капитану надо решать. Вот. Но в целом, ему просто ничего не нужно. Он просто находится здесь. И, получая передачу, он либо бросает, либо, когда он получает передачу, он либо бросает поворотом, либо бросает куда-нибудь вот сюда, да, с надеждой там смещения куда-то вот сюда. То есть, ну, бросок пас. Либо сюда же обратно бросает. Либо, если шайба пошла вот сюда на ЛЗ, он тоже либо поворотом бросает, либо просто броском пасом вдоль борта вот сюда вот закидывает. ну то есть но это при опасных моментах когда ему тупо нужно просто избавиться от шайбы да вот и он видит что у него тройка летит там или еще что-то и так дальше продолжим значит третье преимущество может превратиться в тактику система то которая который я рассказывал вернее которая по моему вторая в этом видео я объяснял вот но если хотя бы у одного из полевых слабое игровое мышление то недостатком станет отсутствие позиционного розыгрыша края все время будут находиться под плотной опекой то есть если если вот при таком розыгрыше мы вот эта тройка не будет помогать открываниями вот такими то есть недалекими недалекими открываниями да то мы просто оставим вот этих двух ребят да как говорится на съедение вот этим псам и но все их мастерство и уровень там при равном уровне команда она сойдет на нет вот поэтому все вот здесь вот написано да что может превратиться в тактику система система это вот по моему первое я там просто не написал извиняюсь это по моему первое то что я о чем я говорил или вторая схема где вот этот вот уходит с пятака вот сюда а а центр идет либо сюда либо сюда идет и позе его короче заменяет вот это вот система называется я там чуть-чуть извиняюсь закосячил вот то есть понятное дело что вот это вот она это секундная тема до секундной либо эта установка на игру это другой вопрос но даже при таком при такой расстановке центр не должен здесь пассивно стоять а он должен все время вот здесь вот быть и как-то вот баражировать здесь будучи помощником вот позиционное расположение смотрите первоначально возня шайбы у бортов ведется двумя краями то есть вот эти края они друг другу помогают то есть левый нападающий здесь либо поддержка либо уходит сюда если этот про если правый просит свободный лед в направлении в эту сторону так ну если она она ведется опытными краями которые пытаются могут и умеют накрутить соперника дальше в то время как оттянутый центр страхует чуть вы чуть выше синей линии периодически замыкая на вершине розыгрыш на полios борта то есть он периодически замыкает откатывается на вершину поехала откаётся поехал от катился поехал от кадма вот то есть вот он где-то вот здесь вот да он преимущественно все равно он играет около как б при вернет как преимущественно он играет в оси обороны они уходят в ось атаки в ней уходит в ось атаки он не разрывает у нас как я до этого говорил у нас разделена пятерка На 3 и на 2 Но при этом центр не просто стоит А он помогает На вершину все время Будучи адресатом Защитники ждут на синей линии Опять же тут можно было Дополнить что Когда центр уходит сюда И у нас уже теряется Мы уже начинаем играть в давлении То тогда ПЗ должен это понимать И сюда смещаться Закрывать его зону Восстанавливать его позицию Это важно Вот смотрите ребят Важно чтобы мы должны понимать Вот защитники чтобы понимали Что когда идет смена ситуации игровой По каким то причинам Даже если центр поехал туда Не понимая что он этого делает Ну то есть не понимая что он делает Просто поехал потому что Видите там свободное пространство И просто туда укатился При этом не понимая даже что делать дальше В любом случае все равно ПЗ должен это видеть И восстановить его позицию вот здесь Для того чтобы Ну как бы Не уменьшать количество позиций Ну когда шайба естественно вот здесь Да Вот Не уменьшая количество Количество позиций Для вариантов пасса Вот этому То есть для поддержки Да Вот Это важно И Любые другие игроки должны это видеть Любую смену Тактическую смену построения Они должны это видеть и понимать Когда у нас оборонительная Вот такая вот схема Когда у нас давление Предыдущая схема Которая я говорил Они должны видеть это И реагировать на это Вот Дальше Показываю Ну я сейчас здесь покажу Оттянутого Как это играется В движении на стрелочках Да То есть вот Смотрите Оттянутый центр 2-3 Это вот первым номером Когда мы вроде бы Смотрите да Играем В Вот Вот это Как сейчас я сформулирую Вот у нас первая Вот это вот была Да Тема Но Элен Уехал Вот сюда Вот встал здесь Да И то есть Как только Оторвали шайбу от борта При надлежащем качестве Исполнителей Розыгрыш переходит В систему С двумя полузащитниками То есть Вот эта вот схема Играется до момента Когда она заканчивается Когда она не нужна Почему я до этого сказал Что если мы Вот статично Стоит тройка То мы просто бросаем Вот этих ребят На съедение Понимаете Вот Система И поэтому Вот игроки Должны видеть И понимать Когда система Прекращает работать Вот это И начинает работать Новая система Новая система И вот здесь Вот очень интересный Да Вот здесь Сейчас я Принадлежащем качестве И исполнителей Розыгрыш Переходит в систему С двумя полузащитниками Подключающимися По бортам И с толпом Центром То есть Смотрите Да интересно Защитник уходит Вот сюда В атаку Сейчас кто-нибудь Скажет Да вообще Че ты говоришь Ты че за бред Вообще Но Вот такие вот действия Это классические Розыгрыши Которые Ну вообще Никто не делает Вообще Никто Понимаете Если мы первые Начнем это делать Я говорю Чемпионский титул У нас просто будет В кармане Гарантирован Лайт порвем Вот Но Здесь вот этот Пошел сюда Да Почему я двумя линиями Обозначил Потому что он сюда Пошел Трется 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 Видит что там Паса нету Или еще что-то Пошел вот сюда Защитник Ну будучи адресатом Вот здесь Понимаете То есть у него как бы Две фазы Сюда ушел Потерся И туда Центр Сразу восстанавливает Его позицию И становится Столпом Центром Да Ну Столпом Защитником Как бы И ПЗ сюда Уходит То есть Этот Берет на себя Пятерку Но четверка Она Ну просто Не ожидает Такого В реальном Киберхоккее Я вам говорю Что таких Движений От защитников Просто не ожидают Вот Но эти все Движения Должны быть С умом Она уходит Вот сюда Вот И как бы Становится Адресатом Для передачи То есть Становится Исполнителем Не вот этот Потому что Этот просто Столбит Здесь на случай Если Вот сюда Вот ПЗ придет Ему Пас придет Он Чтобы клюшку Подставить Да Вот Опять же Видите Ближний Борт Ближний Борт Бросок Подставить Клюшку Вспоминаем Правила Которые Вначале В самом Ближний Ближний Для подставления Клюшки Дальний Борт Если бы ЛН стоял За место Пятерки А здесь Пятерка Уже Не Подставление А уже Тогда ищем Передачи Передачи На пятак Дальний Борт Для передачи Ближний Борт Для подставления Ну Ближний Борт Соответственно У нас Становится Там Где шайба Шайба Тут Борт Штанга Ближняя Ой Штанга Я имею ввиду Ближний Штанга Ближний Тут Шайба Тут Ближняя Штанга Тут Но все Понимают Это Вот Что еще В завершении Как бы Хочу сказать То что Вот эта Вот система Да Это как бы Связующее Звено Между Другими Движения Между Другими Системами Давления Давления Но Если нам Прям Вообще Не позволяет Команда Играть То Лучше Держать Вот Эта Вот Эту Схему Как можно Дольше То есть Центр Будет Помогать Здесь Посток Поскольку Но Играть Оттянутого Центра Вот Здесь Уже Против Сильных Команд По другому Нельзя Потому что Если Они Прям Превосходят В уровне Нас То Мы Должны Либо Играть С ними С позиции Их силы Вот Этим Вот Либо С позиции Нашей силы Нашего Тактического Умения И И Тогда Играть В давление Вот И первым Номером Рисково Рисково Но Только Такие Действия Смогут Сделать Нас Чемпионами Только Вот Такая Смелость И Взаимопонимание Между игроками Вот Долго Получилось Прям Целый Час Но Выделите Время Пожалуйста Друзья И Посмотрите Это все Даже Не Один Раз Ну Пока Не Поймете Потому Что Это все Сложно Понимать Это все Нужно Наигрывать И Если Мы Это все Наиграем И Будет Каждый Игрок Знать Свои Места Будет Читать Тактическую Схему Да И Перестраиваться Под нее В любой Момент То Я Уверяю Нам Не то Что Лайт Покорится А просто Про Лига Покорится Потому Что Никто Так Не Играет Никто Так Не Играет Всем Спасибо